Спасибо, что поставили здесь кафедру. Мне нравится говорить и жестикулировать руками, потому что я латиноамериканец. Кафедра освобождает мои руки, и я ценю это. Вчера вечером мы познакомились с некоторыми действительно интересными вещами. Прежде всего, нам всем нравятся миссионерские истории. Мы обсуждали некоторые вещи, которые мы узнали, а также некоторые принципы веры. Но я хочу сначала сказать пару слов о Хоре. Большое спасибо, это было действительно очень красиво, прекрасная гармония. Я редко слышу детские хоры, такие милые, так тонко настроенные. То, о чем вы пели в вашей песне, идеально прекрасно гармонирует с принципами, о которых мы сейчас узнаем, о том, чего Бог ожидает от нас. Божья церковь и Божья религия – это несложная вещь. Иногда это может быть трудно, но это просто. Бог не создает сложных искусственных правил, как это делали фарисеи в свое время. Это нечто гораздо более простое. Мы собираемся изучить некоторые из этих принципов. Вчера вечером мы узнали, что мы действительно послы. Мы послы от имени Бога, и поэтому существуют определенные принципы, и послы живут по этим принципам. И прежде всего, мы рассмотрим и углубимся в некоторые новые принципы. Я хотел бы, чтобы вы склонили голову вместе со мной, когда мы будем просить Божьего присутствия. Отец Небесный, мы собираемся обсудить некоторые библейские принципы, принципы, которыми Иисус поделился о своей работе, и как мы можем использовать их, как образец исследовать по его пути. И мы молим, чтобы ты сейчас говори к нашему разуму. Пожалуйста, обращайся непосредственно к каждому сердцу. Покажи нам, что ты хочешь, чтобы мы делали. Помоги нам узнать больше о том, как это сделать. И мы молим, что ты избавил этот дом от любого мирского влияния, любого злого влияния, и наполни его своим Святым Духом. Говори с нашими умами и сердцами. Мы молим во имя Иисуса. Аминь. Мы узнали, что послы представляют только то, что их правительство говорит им, или их президент, или их царь. Мы узнали, что они не могут обращаться так, как хотят. Они не могут сказать, что хотят. Они не могут вести себя так, как хотят. Они должны всегда представлять правительство и жить по этим принципам. Если вы одеваетесь ненадлежащим образом, если вы говорите ненадлежащим образом, если вы говорите неуместные вещи, вы можете опозорить свое правительство. Мы узнали, что мы все послы от имени Бога. Павел сказал, что он посол Уза, когда он был в тюрьме. И то, что мы делаем в свое время, на самом деле не наше время. Это действительно Божье время. 24 часа в сутки мы находимся в Божьем времени, потому что мы его послы. Мы узнали, что как управители, мы имеем определенные принципы управления. У нас не ничего, что было бы нашим. Нам все дено. Наш мозг дан нам... Как-то один врач сказал мне однажды, «Я врач. Я усердно работал, чтобы изучать медицину. И я имею право на то, что я получаю». А я ответил, «А кто дал тебе мозг?» Оу. Без мозга нет медицины, верно? Так что даже умение учиться исходит от Бога. Поэтому все, что у нас есть, исходит от Бога. Мы пришли ни с чем, и мы уйдем ни с чем. Все, что у нас есть, это время, которое Бог дал нам, чтобы мы могли управлять Его ресурсами для продвижения Его миссии. Мы узнали прошлым вечером, какова миссия, ради которой Иисус пришел на эту землю, чтобы найти и спасти погибшие. И еще мы узнали, что никто не будет на небесах, если он не будет миссионером. Так что же, мне нужно ехать в Африку и Азию, чтобы стать миссионером? Нет, не нужно. Нам нужно просто делиться нашими жизненными приоритетами, чтобы участвовать в миссии Иисуса Христа. Найти и спасти погибшие. Независимо от вашей профессии, от ваших талантов и навыков, от того, что мы делаем, одно желание нужно обладать нами – найти и спасти погибшие. Надеюсь, я был в Боливии. И когда я стал старшим, мне больше нравилось работать в саду, особенно сажать деревья. Каждый раз, когда я останавливался в Карибской стране, я брал манговое дерево, ложил его в задние части своего самолета. определенный тип манго, пряной манго, коробчатый манго, джули-манго, яблочный манго, папайя-манго. Независимо от того, какие ароматы мне нравятся, я забирал их в Боливию, подкатываю почву и сажаю. Я смотрю, как они растут. И в один прекрасный день, когда я вижу, что появились плоды на лимонном дереве или на цитрусовых или грейпфруты, вау! Посмотрите на это дерево! Наконец оно дает плоды! И Бог сказал, «Как ты думаешь, что я чувствую по отношению к своим людям?» Вы можете многое узнать о Боге, работая в природе. Бог радуется, когда Его народ приносит плоды, хорошие плоды. И Он трудится, чтобы дать нам хорошую почву, чтобы дать нам возможность, дать нам свободу, дать нам образование. И что Он хочет вернуть после того, как все это инвестировало в нас? Чтобы мы приносили плоды. Мы не говорим, что мы работаем, чтобы заработать спасение. Спасение – это то, что Бог дает нам свободно по вере. Если мы примем это, мы принимаем Его жизнь. Мы говорим о возвратной инвестиции, которую в бизнесе мы называем ВНИ, верно? Что такое Божий возврат инвестиций? Это были очень дорогие инвестиции, которые Он сделал. Он хочет видеть плоды для Царства. Он хочет, чтобы Его дети, которые являются Его послами, приносили плоды. И тогда Он сможет сказать, «Мои инвестиции принесли прибыль». Вот почему Он нас судит по нашим словам. Потому что если мы не приносим хороших плодов, то у Него плохое дерево. А плохое дерево не может приносить хорошие плоды. Итак, мы собираемся изучить некоторые новые принципы. Я хочу обратиться к Евангелия от Матфея, 10 глава, с 5 по 10 стихи. Лишь несколько коротких принципов, которые мы рассмотрим. У нас совсем немного времени, чтобы обсудить эти основные принципы. И я хочу обрисовать их в общих чертах. Но прежде чем мы прочтем это, я хочу упомянуть о качестве истории, одну историю, то, что произошло. И это даст нам представление. 10 мая 1940 года Германия объявила войну Голландии. Это была короткая война. Она длилась всего 4 дня. Голландия сдалась 14 мая. Это был Блицкриг. Блицкриг — это немецкое слово, которое означает «стремительное нападение». Я не знаю, сколько из вас говорят по-немецки. Окей. Один человек. Хорошо. Блицкриг — это молниеносная война, где происходит стремительная атака, и никто к этому не готов. Но прежде чем они напали, было несколько предупреждающих знаков. Прежде всего, они готовились, они жили по соседству, они могли рассказать, что происходит в Германии. Евреи знали, что происходит в Германии. Каждый мог знать. Теперь позвольте мне задать вам вопрос. Если бы вы были еврейской семьей, живущей в Голландии, и вы могли видеть, что происходит с евреями? Голландия была на то время свободна. Голландия — одна из моих любимых стран. Она прекрасная. Я ездил туда. Там много каналов. На полях пасутся коровы, и их не загоняют на ночь. Когда евреи в Голландии наблюдали за происходящим в Германии, до них находились слухи. Некоторые евреи и некоторые семьи решили уехать за границу, оставить все и уехать. Это был другой континент. Многие из них уехали в Северную Америку, некоторые из них в Южную Америку. Но если вы ждали до 10 мая, позвольте мне спросить вас, с 10 по 12 мая или 14 мая, легко ли было попытаться путешествовать во время войны? После того, как они сдались, было легче или сложнее? Сложнее. Если ты дольше ждешь, тем труднее становится. Верно? Некоторые вещи чувствительны ко времени. Вы можете сказать, нет, нам не нужно беспокоиться об этом. Есть книга под названием «И падут возле тебя тысячи». Я не знаю, читали ли вы эту книгу? Один адвентист, он был немецкий офицер, находился на линии фронта, и он приходил еврейские семьи и говорил им, что скоро за ним сюда придут карательные отряды СС. Вам нужно уйти, потому что прямо за нами идет целый карательный отряд СС. Он будет убивать вас и заберет все, что у вас есть. Получилось у него убедить семьи уйти? Нет. Они не верили ему. Они не верили, что все было так плохо. Сегодня мы живем в аналогичной ситуации. Мы на войне. Мы знаем, что это духовная битва, и мы можем видеть, как надвигается буря. Знают ли люди в этом мире, что надвигается буря? Вы можете прочитать об этом, вы можете видеть это. Вы знаете все об этом, и мы, как адвентисты, пророчески, мы знаем, что грядет. Больше, чем у большинства, у нас есть особое понимание пророчества. Так что мы можем видеть, что надвигается буря, и мы знаем, откуда эта буря грядет. Я хотел бы навести вас на мысль, что некоторые вещи чувствительны ко времени. Проповедь Евангелия. Как принимать Евангелие и делать то, что должны делать? То, что делаем, надо делать быстрее, потому что время коротко. Я все время летаю между странами. Это последнее путешествие в Южную Америку и Боливию и обратно. За 20 лет это был один из самых сложных, самых опасных рейсов и путешествий, которые я совершал. Становится все сложнее. Происходят забастовки, блокады, есть финансовые проблемы, возникает нехватка топлива, происходит насилие. Мы столкнулись с таким количеством препятствий в этой последней поездке, с которыми мы не сталкивались за последние 20 лет. Мы вернулись сюда уставшими и измотанными от этой поездки. Мы едва могли поверить, насколько трудными стали поездки. И все же мы все еще находим способ делать это. Но становится все труднее. Некоторые вещи чувствительны ко времени, поэтому мы собираемся обсудить некоторые из этих принципов. У Иисуса также было чувство срочности. В Евангелии от Матфея, 10 глава, Иисус посылает своих учеников, и когда Он послал своих 12 учеников, Он дал им указания. И я говорю вам, что лучший способ работать, это работать так же, как и Иисус. Согласитесь ли вы с этим? Мы можем изобрести разные виды способов, но если мы можем следовать принципам, изложенным Иисусом, это самый эффективный способ работать. Вы можете инвестировать свое время и силы, чтобы работать так, как работал Иисус. Давайте посмотрим, что это за принципы. Сначала давайте прочитаем 5 стих. Стих 12 послал Иисус, заповеданным говоря, «На путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите наипачек погибшим овцам дома Израилева». В чем суть первого принципа? Прежде чем вы сможете достичь самарянина, самаряне являются двоюродными братьями евреев, они были полуевреи. У них были некоторые традиции, но они были также смешаны с язычеством. Мы могли бы сказать, что они были нашими собратьями христианами из другой конфессии. Прежде чем мы пойдем к нашим собратьям христианам, прежде чем мы пойдем к язычникам, которые вообще не знают ничего о христианстве. Одна семья в самолете вчера сказала мне, что они едут в Таиланд. Их сын миссионер в Таиланде от своей местной церкви, евангелической церкви. В Таиланде очень мало людей даже знают имя Иисуса, а не язычники. Прежде чем мы пойдем к язычникам, прежде чем мы пойдем в христианские страны, в другие конфессии, есть что-то, что является приоритетом. Во-первых, идите на Ипачи, погибшим овцам Дома Израилева. Это мы. Если у нас потерянные овцы Дома Израилева, если у нас люди внутри нашей местной церкви, которые не имеют отношения с Иисусом Христом, безусловно, есть. У нас есть люди, которые приходят в церковь, потом идут домой и живут очень-очень мучительной жизнью без Иисуса. Мы должны сначала пойти к своим людям, разбудить их и помочь им узнать Иисуса и иметь спасительные отношения с Иисусом. Это то, что Иисус хочет больше всего, потому что, когда у Него есть люди, которые готовы, Он может быстро закончить работу. Недавно я был на Филиппинах. Мы отправились на остров, называем остров Негрос. Мы пошли в очень большую церковь. Я пришел посетить телевизионную сеть, авиационный отдел. У Настя, с вами несколько вертолетов, которые совершают медицинскую работу, и несколько самолетов. В каждом из трех унионов, в Северном, Центральном и Южном, у нас есть самолеты и авиабазы. Каждый из этих отдельных унионов. Итак, я пришел с женой, чтобы навестить и поддержать, и помочь оставить планы для дальнейшего развития. Они сказали, в субботу вы готовы выступить в церкви на острове Негрос? Они спрашивают, сможете ли вы? Поэтому мы сели на паром на острове Ило-Ило утром в субботу и прибыли в Негрос. Мы уехали пораньше, поэтому мы попали туда вовремя. Мы уехали накануне в пятницу, и поэтому, когда мы туда приехали, я был удивлен. Там была большая больница. Почти 10 этажей. Одна из наших адвентистских больниц. Они разместили меня и мою жену в гостевой комнате наверху. Это напоминало мне кампус Лома-Линда. Большая больница, за большой церковью, много людей, работающих там. Хор пел просто небесную музыку. Они сказали мне, в нашей церкви произошло пробуждение. И мы решили сосредоточиться на миссии церкви и пригласить ораторов, которые разбудят нас и зажгут нас для Господа. И когда мы услышали, что вы находитесь в стране, мы спросили, сможете ли вы приехать к нам? Я был взволнован, увидев такую большую, самую крупную церковь в этом унионе. Они сказали, мы пример для всех остальных. Мы пытаемся озвучить все маленькие церкви. Что-то происходит здесь. Пробуждение и реформация. Реформация означает, что в нашей жизни должны быть сделаны некоторые изменения. Поклонение, в одежде. На что мы тратим наше время, наши деньги, куда мы тратим наши силы. Во второй половине дня в той церкви, после нескольких утренних исследований, после обеда, после того, как я закончил говорить, было время вопросов и ответов. И президент конференции в отставке сказал церкви. Он задал вопрос перед всеми. Он сказал, население мира растет быстрыми темпами. Как церковь когда-нибудь закончит работу, когда мир растет так быстро? Это очень хороший вопрос, если вы посмотрите на это с человеческой точки зрения. По статистике это очень сложно. Но знаете что? Богу не нужно много времени, чтобы закончить работу. Не хватает адвентистов, чтобы нанести до мира трехангельскую весть? Это не проблема. У Бога есть люди, которые готовы принять Святого Духа. Свободны ли мы от всей нашей любви к миру? Свободны ли мы от всех наших заблуждений о Боге? Свободны ли мы от всего этого, чтобы стать пригодными для получения Святого Духа после того, как Дух Святой и зальется? Работа разойдется, как молния по всему миру. Итак, главная проблема для Бога не в том, как мы проповедуем всему миру. Главная проблема, имели я людей, которые понимают миссию, которые посвящены и полностью преданы и зависят от Бога, и готовы быть пригодными сосудами и послами, чтобы закончить работу. Закончить работу несложно. Сложно найти людей. И именно поэтому сатана работает усерднее, чем когда-либо прежде, чтобы держать нас спящими. Если мы спим, мы не будем ходить на работу. Что Бог собирается сделать для спящей церкви? Итак, самое первое, что Он должен сделать, это разбудить нас прямо сейчас. Бог хочет разбудить нас, заставить нас искать, разбудить нас в наших исследованиях Библии каждый день и осознать наше сонное состояние. Он хочет сделать это по-доброму, но есть другой способ, которым Бог может сделать это. Вы знаете, что это? Пустить вестры и разрешить прийти неприятностям. Преследование разбудит церковь. Итак, сделайте свой выбор. Вы бы предпочли, чтобы церковь проснулась от хорошего способа, или вы хотите, чтобы пришли преследования, чтобы вы проснулись? Кто бы предпочел хороший способ? Почти все мы, верно? Проблема преследования заключается в том, что для некоторых людей будет уже слишком поздно. Те, кто наполовину живы, проснутся, но как только начнется преследование, не будет времени на подготовку. Сейчас самое время подготовиться, и сейчас самое время позволить Богу иметь полный контроль и преподать нам уроки, необходимые перед этой бурей. Как мы уже говорили, есть вещи, чувствительные ко времени. Недавно в Пуэрто-Рико обрушился шторм, потом ураган. Они прошли один за другим, через три или четыре дня следующий. Они все еще отправляются от этого. Я приехал в Пуэрто-Рико, они сказали мне за день до моего приезда, не приезжайте в Пуэрто-Рико, подождите еще пару дней. У всей страны нет электричества, у всей страны включена сеть. И только понемногу они начали обустраиваться, их снова накрыло. Большая часть инфраструктуры была разрушена. Итак, до того, как это произошло, в некоторых домах были установлены солнечные батареи. В некоторых домах были генераторы, в некоторых домах было немного бензина, в некоторых домах был источник воды. Мы остановились в одной семье, и они сказали нам, мы переехали в место, где мы можем иметь свой собственный колодец. Мы поставили солнечные батареи, у нас было все, но когда ударил шторм, когда мы оглядывались вокруг, очень немногие из наших соседей имели электричество или воду. Поэтому они приходили к нам. Кто-то подготовился, правильно? Как вы думаете? Быть подготовленным – это хорошо. У каждого из нас есть время на подготовку, но как только ударят шторм, время подготовки истекло. Ты живешь впоследствии. И так Бог пытается разбудить нас и посылает сначала к потерянным овцам Израиля. Затем Он говорит, есть работа, которую нужно сделать. Посмотрите, итак, какая первый век народу Божьему? Разбудить его. Это было во время Иисуса. Мы поговорим о этом. Читаем дальше, стих 7. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Самая первая и срочная весть к Израилю во времена Иисуса – это та же самая весть, которая должна звучать сегодня и для нас. Приблизилось Царство Небесное. Пришло время понять, что пришло время. Израиль все еще спал. Израиль шел вперед со всеми его традициями, и они даже не осознавали, что их Мессия уже пришел. Царство Небесное приблизилось. Сегодня это весь для нас. Многие адвентисты не понимают, насколько мы близки к пришествию Иисуса. Мы живем, как будто это будет еще не скоро. На самом деле, не пришествие Иисуса беспокоит меня, потому что мы узнаем об этом раньше, чем придет Иисус. Там произойдет ряд событий. Будет издан закон о воскресном дне, усилится преследование, в конце концов, закончится время испытания, потом изольются последние язвы, потом восстанет Михаил, а потом будет время, когда Бог окружает своих людей радугой, и они полностью защищены. В самом конце, когда все кончено, когда закончится время скорби Иакова, и тогда будет объявлен день и час пришествия Иисуса. Поэтому мы не будем удивлены приходом Иисуса. Это будет объявлено заранее. В 1 Физанине Кинца, 5 глава стихи с 1 по 4, в 4 стихе говорится, «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». Иисус приходит как вор только к тем из Своего народа, кто не готов, но мы будем хорошо осведомлены, так что не пришествие Иисуса застигнет нас врасплох. Мы узнаем в последующем служении, некоторые вещи, которые застигнут нас врасплох. Поэтому для Иисуса самым главным приоритетом в Его время, когда Он пришел в первый раз, было дать Израилю понять, что Он здесь. Но руководители не знали, что Он пришел. То же самое относится к сегодняшнему дню. Главное, самое важное послание для Божьего народа сегодня это срочность осознания того, что мы при дверях. Когда вы увидите все это, Иисус сказал в Евангелии от Матфея 24, глава 32, 30 стихи, знайте, что близко при дверях. Хм. Поэтому мы должны понять, насколько мы близки. А если мы не понимаем, это застигнет нас врасплох. И жизненная подготовка, в которой мы нуждаемся сегодня, для излития Святого Духа в будущем, у нас ее не будет. Будет очень грустно смотреть, как Дух Святой изливается на всех вокруг нас, а на вас нет. Разве не будет грустно быть воспитанным в Церкви, знать, что у Церкви есть поколение, и все же быть потерянным, просто потому, что мы проспали процесс подготовки. Я вспоминал здесь о Голландии, только потому, что очень практические аспекты того, как Германия напала на Голландию. У них еще был шанс купить билеты и уехать. Никто не нападал на них. Они могли действительно купить билеты, продать свой дом, взять все, что у них было, пойти в банк, снять деньги, пойти в порт, сесть на корабль и уехать. И, возможно, кто-то ушел накануне. Вы понимаете? Каждый день отплывали корабли. Даже за день до нападения. Вы понимаете разницу? Но если вы подождете, пока не станет слишком поздно, вы придете к тому факту, что вы захотите уехать, но вы не сможете. Это время, в которое мы живем. Мы живем прямо в самом конце. Вы все еще можете жить обыкновенной жизнью. Вы все равно можете пойти в банк. Вы все еще можете покупать и продавать. Вы все еще можете делать обычные вещи. Вы все еще можете прорубить время в изучении Библии с семьей, с друзьями, сосредотачиваясь на вещах, которые действительно важны. Если вы сделаете все это, вы можете быть готовы. Но если вы подождете, а потом захотите что-то изменить, будет слишком поздно. Вам придется жить с последствиями. Итак, Бог такой милосердный, и поэтому, если мы проснемся, и все будет хорошо, все будет нормально, Бог будет более чем счастье благословить свой народ своим святым духом и пониманием времени. Вы знаете, было племя в Азии, которое называется Тахар, которое понимало время, в котором они жили. Мы похожи на это племя. Адвентист седьмого дня должен понимать время. Я помню, как мой друг некоторое время работал в Индии. Он был африканцем. Он работал в Индии, работал с матерью Терезой. И поскольку он работал с матерью Терезой, он работал в течение четырех лет, и поэтому он никогда не говорил ей, что он был адвентистом седьмого дня. Он боялся, что, может быть, она не позволит ему работать с ней. Но через четыре года она узнала. Она сказала, ты адвентист седьмого дня? Да. Почему ты мне раньше не сказал? Я боялся, что вы не разрешите мне работать с вами. Посмотрите, что у меня в кармане, сказала она. Она вытащила маленькую книжечку из кармана. В руках она держала книгу «Служение и исцеление». Она сказала, это книга, на которой я основала свое служение. У вас, адвентистов, есть все эти особые вести, но многие из вас не обращают на это внимания. Это сказала мать Тереза о нас. Бог благословил нас своими многими вещами. Бог благословил нас, но мы просто не хотим тратить время на чтение этих книг. Мы не тратим время на то, чтобы понять особые вести, особые привилегии, которыми мы обладаем как Божий остаток. Итак, самое первое послание для нас, которое мы должны помнить сегодня, это осознать близость времени, насколько мы близцы к тому времени, когда мы больше не сможем готовиться. И это время сегодня. Вам могут говорить, поспите еще немного, поспите еще немного. Христианское служение это одна из моих любимых книг. Это как военное руководство, если ты хочешь быть солдатом. Мы пели сегодня утром песню, что мы воины Христа. Если вы хотите быть воинами Христа, в этой книге христианское служение есть много хороших наставлений. Это как руководство для солдат с большим количеством деталей. Но одна из вещей, о которой говорится в этой книге, что Статна хотел бы, чтобы Божьи люди еще немного поспали, потому что он знает, что если они будут спать, их точно ждет погибель. А теперь позвольте мне спросить вас, почему мой продолжительный сон приведет меня к погибели, потому что приготовления, которые нам нужны, чтобы подготовиться к выживанию, должны быть сделаны, когда мы не спим. Не когда мы спим, спящие люди не готовятся, поэтому если вы не спите, вы осознаете, вы понимаете, что времени мало. Вы вносите изменения в свою жизнь, вы отдаете свою жизнь Господу. Помните, есть две вещи, одна из которых это наше спасение, которое Бог дает нам через веру, бесплатно, благодаря Его смерти и Его жизни. Мы узнали вчера вечером, что спасение состоит из двух составляющих. Оно состоит из смерти Христа, которая примирила нас с Богом, и из Его жизни, которая одевает нас в одежды Его праведности, чтобы устоять на суде. Если у вас все это есть, соответственно, в нашей жизни пройдут изменения. Вы не можете быть хорошим деревом, не производя хороших чего? Хороших плодов. Возможно ли, чтобы хорошее дерево не приносило плоды? Нет. Хорошее дерево известно своими плодами. По плодам их узнаете их. Невозможно быть хорошим деревом, подготовленным, исполненным Духом Святым, и не иметь хороших плодов. Это невозможно. Если у тебя нет хороших плодов, значит, ты просто нехорошее дерево, потому что Бог никогда не произведет дерево, которое не имеет плодов. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, что? Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Бог не только простит, Он подготовит и очистит нас, чтобы мы могли правильно отразить его характер. Как он это делает, поместив свой характер в наше сердце? Он производит работу в нас. Это план спасения. Два этапа. Служение, которое Иисус совершает сегодня в небесах, в святом святых, в святилище, он готовит свой народ к тому, чтобы он мог помазать их Духом Святым, чтобы они могли завершить его работу. Итак, сейчас мы говорим о более практичных вещах. Что происходит, когда вы прощены? Что происходит, когда вы одеты в одежду праведности и веры, вы приняли это? Практическая сторона всего этого заключается в том, что есть некоторые вещи, которые мы должны сделать. Например, я должен научиться отдавать свою волю Богу. Бог не принуждает нас, верно? Бог никого не принуждает, но мы должны научиться отдавать свою волю Богу, потому что наша естественная воля часто поднимает свою голову, и мы делаем то, что мы хотим, а не Бог. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с этим конфликтом, мы понимаем, что у нас есть воля. Я остался в доме нашего брата. Они воспитывают четырех детей. Мои дети уже давно выросли, и сейчас я помогаю воспитывать внуков. Но вы можете видеть, это маленькие создания, постоянно, ежедневно, в течение всего дня их нужно формировать. Нет, ты меня слышал? Я сказал, нет. Любовь, кто имеет детей, знает это. И дети должны научиться подчинять свою волю своим родителям. Мы как дети, мы должны учиться ежедневно отдавать свою волю, пока, как Иисус сказал однажды, не моя воля, но твоя да будет воля. Иисус исполнил это в совершенстве. У нас все еще происходят битвы, поэтому мы должны научиться быть похожими на Иисуса. Мы должны научиться отдавать свою волю Богу. Это очень практический аспект. Господи, мне не хочется каждый день делать то, что ты хочешь. Мои желания идут в другом направлении, но я отдаю свою волю тебе. Ты можешь взять мою волю и сформировать ее. Если мы научимся отдавать себя Богу, тогда Бог сможет сражаться за нас, и Бог будет вести битву. Когда мы пытаемся сражаться, дьявол очень проницательно. Он никогда не позволяет нам побеждать. Иногда мы проигрываем, иногда мы побеждаем, иногда проигрываем, и от этого мы всегда находимся в унынии. Но когда Бог борется, Он никогда не проигрывает. Итак, какой урок мы должны извлечь? Отдать себя Богу. Вот то, что я хочу сделать. Итак, что мы должны сделать, это сдаться. В нашей природе это не нравится, но это нравится Богу, и Бог хочет, чтобы это сделать. Я не знаю, как вести эту битву, так что, Господи, отдаю тебе свою волю, и ты будешь сражаться за меня. Итак, мы должны изучить практическую сторону, а затем практическую сторону того, что мы видели сегодня во время детской истории. Практическая сторона заключается в том, что есть определенный принцип. Мы должны изучить этот принцип служения. Восьмой стих. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Это некоторые очень практические принципы. Мы должны научиться помогать тем, кто страдает, кто болен. Мы должны делиться с теми, у кого меньше, чем у нас. Мы должны отдавать то, что имеем, потому что то, что у нас есть, в любом случае не наше. Если кто-то думает, что у них что-то, вы увидите, как быстро вы можете потерять все это, если вы не отдадите это Богу. Лучшее, что Бог может сделать для нашей церкви, забрать все, что у нее есть. Не волнуйтесь, чувствуйте себя воодушевленными. Наступают дни, дни, когда у вас ничего не будет. Разве это не здорово? Нет? Нам это не нравится. Разве не так? Но что не так приятно, так это, когда вы можете добровольно отдать все Богу, вместо того, чтобы ждать, пока у вас ничего не будет, и тогда вы поймете, все ушло. Я должен бы что-то с этим сделать. Теперь лучше сказать, Господь, я отрекаюсь от всего, что имею. Я даю тебе. Это не мое, это твое. Машина твоя. Дом твой. Мою семью ты мне дал. Мою жену и детей ты мне тоже подарил. Господи, они в твоих руках. Используй меня, чтобы заботиться о ресурсах. Используй меня, чтобы использовать ресурсы, чтобы продвигать твою работу и используй мое время, мое влияние, мою профессию. Все, что я имею, я отдаю тебе. Все, чем я владею, я отдаю тебе. И когда вы сделаете это, вы никогда ничего не сможете потерять. Пусть будет крах фондового рынка, пусть развалится экономика, пусть все рушится. Это не имеет значения. У меня ничего нет. Я ничего не могу потерять, понимаете? Лучший способ иметь душевный покой, это когда у вас ничего нет, и вы не можете ничего потерять. Вы знаете, как богатые люди иногда совершают самоубийство, если они теряют свои деньги. Вы знаете, что некоторые люди делают это, верно? Когда они теряют все, на чем они работали. В один момент все исчезает, людям не за что жить. Несколько лет назад я был в Перу, работая в офисе униона, и однажды в эту страну приехала Кристина Анасис. Кристина Анасис была дочерью самого богатого человека в мире, поэтому она все наследовала. У нее были корабли, острова, целая империя. Она приехала, чтобы потратить деньги, но даже если бы она тратила на все, что хотела каждый день ее жизни, их все равно оставалось много. Она приехала в Перу, потом в Аргентину, и через несколько дней в Аргентине она покончила с собой. Она просто приняла снотворное. Видите ли, когда вы ищете богатство, люди думают, что они найдут что-то. Но когда оно у вас уже есть, вы понимаете, что больше нечего получить. Когда у вас уже все есть, вы понимаете, что уже не к чему стремиться. Так что самое большое, что мы можем сделать, это отпустить его, и тогда мы сможем начать действительно жить. Одни из самых счастливых людей в мире – те, кто беден. Если вы хотите найти место для ночлега, отправляйтесь с днем бедного человека. Если вы пойдете в дом богатого человека, они, скорее всего, не позволят вам переночевать в их доме. Но если вы пойдете в дом бедного человека, они, вероятно, предоставят вам покров. Разве это не реальная ситуация? Потому что иногда богатые боятся, что кто-то может украсть у них что-то. Так что в любом случае, этими принципами мы должны заботиться о больных. На самом деле, исцеление, очищение, прокаженных было невозможно в те дни. Проказа была болезнью, которую никто не знал, как вылечить. Когда Иисус приказал Своим ученикам очищать прокаженных, Он просил их сделать невозможное. Это то же самое, как Он сказал «воскрешать мертвых». Это все еще невозможно сегодня. Но как вы думаете, что Иисус имел в виду, когда Он сказал это? Вы думаете, что Бог желает сделать невозможное через нас, если Его люди просто позволят Его? Да. Сегодня Иисус ищет представителей, которые просто позволят Ему действовать через нас и делать то, что Он всегда хотел. Помогать, исцелять и очищать. Это то, что Он ищет людей, которые могут это сделать. Вот почему, когда будет изливаться Святой Дух, Бог должен иметь таких людей. И прежде чем придет Иисус, будут люди, которые позволят Богу так овладеть ими, что все, что они будут делать, будет контролироваться Богом. На самом деле, однажды весь мир будет одержим. Сколько из вас когда-либо видели одержимость демонами? Несколько из вас. Это красивое зрелище? Очень ужасное, правда? Я проповедовал в университете в Венесуэле, и после того, как я закончил, пастор подошел ко мне и спросил, могу ли я проконсультировать молодых людей. Один молодой человек подошел ко мне и сказал, «Я просто ненавижу, когда люди смеются надо мной. Как только они скажут несколько слов, я чувствую, что готов убить их». Я имею в виду, что мы можем злиться, мы можем причинять боль, но злиться так, чтобы убить кого-то. Я сказал, «Расскажи мне немного о своей семье». Он сказал, «Хорошо, мои родители не христиане. Моя мать ведьма, мой отец занимается спиритизмом. Они оба читают заклинания и работают в этом направлении». Я подумал, «О, вот здесь у нас проблема, проблема поколений». Я сказал, «Ты бы хотел, чтобы Бог очистил тебя и полностью владел тобой». Он сказал, «Да, это то, что я хочу больше всего на свете, но я не знаю, как бороться со всем этим». «Бог сделает это, но готов ли ты сделать это?» Он сказал, «Полностью». Я сказал, «Давай опустимся на колени. Давай опустимся на колени, я хочу, чтобы ты повторял со мной». Итак, я сказал, «Дорогой отец небесный». И он сказал, «Дорогой отец небесный, у меня есть серьезная проблема, которая, я думаю, вызвана демоническим угнетением». И он повторил это. Он сказал, «Я хотел бы, и я прошу во имя Иисуса, чтобы ты полностью контролировал мою жизнь». Он начал это говорить, и вдруг изо рта донесся громкий, громкий рев. Он скончился в конвульсиях, а потом его отбросило на стол пастора. Они полетели через комнату вместе со столом, ударились об стену и упали на пол. Я понял, что он одержим. Я не был готов ко всему этому. Я не специализируюсь на этом, но я просто заявил во имя Иисуса. Мне пришлось сделать это три раза. И когда он вернулся, я молился снова. И в третий раз я молился и благодарил Бога. Тогда он не мог дышать. Он посинел. Я молился, чтобы Бог вернул ему дыхание, и он снова начал дышать. И когда он очнулся, он сказал, «Со мной никогда не случалось ничего подобного. Я ничего не помню». А потом он сказал, «Я никогда не был так свободен в своей жизни». А я сказал, «Бог дал тебе свободу. Но теперь ты должен идти по его пути и поддерживать с ним постоянные отношения, чтобы Бог мог удержать тебя в свободе». Ты был рабом сатаны. На самом деле, я думаю, что я записал его имя здесь. Да, записал. Это было 19 октября 2004 года. Я записал его имя и записал, что произошло. Его звали Григорио. И после того, как я увидел это, я отправился в Индию. Там повсюду можно увидеть одержимость. Знаете ли вы, что весь мир будет одержим так или иначе? Когда-нибудь сатана будет иметь полный контроль над теми, кто не раскаялся над нераскаившимися. Полный контроль означает одержимость. Разве не так? Прямо сейчас одержимость проявляется то здесь, то там. Но сегодня большинство людей ведут себя довольно хорошо. Вы едете по дороге. Вы можете встретить атеиста, он остановится и пропустит вам первым. Он будет очень вежливым. Но когда сатана полностью овладеет этим миром, вежливости не будет. Будет полная одержимость с демонами, и весь мир будет таким. Так что будет только две группы. Те, которые одержимы Богом, и те, кто одержимы сатаной. И вы должны выбрать сегодня, какой одержимостью вы хотите обладать. Если вы одержимы Богом, это требует добровольного понимания того, что предлагает вам Иисус, и принятие этого верой в ежедневном обновлении, посвящении и наполнении вашего ума Божьим Словом, оставляя мир в стороне. Мир и все, что в мире, музыка, одежда, влияние, которое нас окружает, все то, что держит нас в рабстве, одержимости и влияние демонов. Мы должны сделать выбор, чтобы отвергнуть мир и сосредоточиться на Боге, Его силе, Его миссии, и ежедневно посвящать себя этому. Это практические аспекты, потому что происходит война. Семьи евреев в Голландии не были вовлечены в войну. Они просто жили мирной жизнью, но война пришла за ними. И 6 миллионов умерли. 6 миллионов – это только 6 миллионов по сравнению с 20 миллионами в России, которые умерли. А подумайте еще о солдатах с обеих сторон. Сейчас мы говорим только о евреях, но другие люди заплатили огромную цену в этой войне. И каждая война будет такой же. Так что грядет будет гораздо больше, чем Первая и Вторая мировая войны. И поэтому сегодня мы делаем выбор. И этот выбор заключается в том, кому вы собираетесь служить. Кто будет вашим господином? Вы должны сделать выбор. Если вы не сделаете выбор, значит вы уже сделали выбор. Евреи, которые не сделали выбор, евреи, которые сказали «я просто останусь здесь», что с ними случилось? Они погибли. Единственные выжившие евреи были те, кто сделал выбор в пользу активных действий, чтобы переместиться и поместить себя в окружающую среду вне риска. Правильно? Это верно? Те, кто сделал выбор со своей семьей. Я уверен, что в еврейских семьях были подростки, и они говорили «но мы не хотим оставлять наших друзей, которые учатся здесь, в Голландии. Мы не хотим уезжать». Но отец и мать приняли решение. Мы уезжаем. Они взяли своих детей с собой, и после того, как они уехали, они услышали, что случилось с теми, кто остался. Поэтому мы должны сделать активный выбор. Евангелие от Луки в 16 главе говорится о неверном управителе. Он провел так много времени заботясь о себе, и все же Иисус похвалил его. Он сказал, что, по крайней мере, мир знает, как позаботиться о себе. Но больше люди должны знать, как Бог заботится о них. Не то же, чтобы Иисус хотел, чтобы люди были неверными. Он просто сказал, что то же самое время и энергию, которую мир тратит на заботу о своих потребностях, мы должны потратить на Божье Царство. И, наконец, Евангелие от Матфея 25 главе говорится о суде. В Евангелии от Матфея 25 главе есть три притчи. Последняя, третья, говорит о том, что перед Иисусом соберется весь мир, и Он разделит их, как овец и козлов. И как был бы приговор? Как вы заботились о своем ближнем? Он сказал, когда он голоден, когда он хотел пить, когда он был пришельцем, когда он был нагим, когда он был в тюрьме. Как вы заботились о моих потребностях? Не сложно делать Божью работу. Это очень просто. Что мы сделали сегодня утром для субботней школы? Я имею в виду для детского рассказа. Это один прекрасный аспект участия с теми, кто помогает. Но Бог не хочет, чтобы вы не просто помогали кому-то другому делать это. Он хочет, чтобы вы принимали непосредственное участие. Вовлечены ли вы непосредственно? Ваше время, ваши деньги, ваше влияние, ваша профессия? Сосредоточено ли это все на служении? Основной выбор – это миссия. Не ваши потребности, не ваше будущее, не ваше накопление. Не заботиться о себе, не подъем по служебной лестнице. Вы не думаете о себе. Вы думаете, что нужно Божьей работе. Что нужно моим соседям, которые болеют? Кто голоден вокруг меня? Как я могу помочь кому-то другому в его нужде? Потому что когда-нибудь, когда наступит моя очередь, и я буду нуждаться в том, я знаю, Бог позаботится обо мне. Но моя работа сейчас заключается в том, чтобы заботиться о других. Мы должны закончить на этом. Но я хотел бы задать вопрос. Сколько из вас сегодня за эти последние несколько минут приняли в своем уме решение, что вы хотите, чтобы Бог использовал в качестве послов вас для удовлетворения потребностей других людей? Что бы это ни было, если Бог обнаружил необходимость, и вы хотите быть частью решения этой проблемы, используя то, что Бог дал вам, чтобы помочь другим? Как только вы поделитесь Божьей любовью, откроются возможности и двери, чтобы поделиться ею еще больше. Сколько из вас приняли это решение сегодня? Аминь. Прекрасно. Не склонитесь ли вы со мной в молитве на колене, и мы закончим. Отец Небесный, мы преклоняем колени перед тобой в благодарности. Когда-нибудь на небесах с несчастливыми жителями вселенной, мы преклоним колени перед твоим престолом. Какой прекрасный день это будет. Но прямо сейчас, в маленьком красивом месте, в этом нашем доме, мы встали на колени перед тобой, чтобы сказать тебе спасибо. Спасибо тебе за все, что ты сделал для нас. Спасибо не только за спасение, которое ты даром даешь нам, за твою смерть и твою жизнь, данную нам бесплатно, но и за возможности быть послами, за возможность быть управителем, за возможность проснуться и подготовиться, прежде чем разразиться буря. Спасибо Господь за то, что обратился к нам с призывом к подботковке и служению. Пожалуйста, все, кто принял это решение сегодня особым образом, овладей нашими сердцами и умами, нашими домами, нашими ресурсами. Мы отдаем их в твои руки. Мы просим тебя направлять нас и учить нас быть хорошими послами. Мы молим, мы благодарим тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.